В моём родном доме чёрный чай пили каждые 30 минут. Кружки никогда не бывали пустыми, руки холодными, а воздух затопаченный. В моём родном доме много кричали, пахло шарлоткой, лекарствами, немецкой овчаркой и мамиными руками. Мам, ты мне рассказывала, что с сигаретой в зубах легче дышится, что суровый город стянет холодной плёнкой плечи, а усталость придавит ко дну невы. Самые красивые люди сожмут ледяными пальцами голову, они страстно близкие, но запредельно далёкие. Я по всему городу найду полсотни своих двойников, они как подрагивающие голограммы. Один целует руки на набережной, другой на другом конце города жмёт ребра ванны и плачет так по-звериному жалко. Третий, мама, ты мне рассказывала, что дети сгорают, а железо вагонов рвётся бумагой, что отчаянно страшно просить не причинять тебе вред в шахте лифта. Третий двойник гулка смеётся в летнее окно балкона, а рядом четвёртый жадно хватает ртом зимний воздух и крутит в взорвавшихся мыслях пол обратно под ноги. В моём родном доме не было переполненных пепельниц и жаркого шёпота незнакомцам о самом важном. Не было ссор на чужом языке, не было похоти, ревности, не было рвоты в кухонной раковине. Пятый. Пятый двойник проснулся секунду назад в прошлой осени. В этот день он вымолит у тебя прощения, сядет на поезд. Тот твёрдым лбом растянет пейзаж, как жвачку, и выбросит меня в пустой белый фон. Я буду искать железнодорожные пути ещё полтора года. Пути, по которым ещё одна Лера, ещё один двойник, вернётся к родному дому, где уже не пахнет лекарствами и немецкой овчаркой, но тысячи наших с тобой двойников, мама. Я прилечу к тебе уже в следующий вторник. Расскажу тебе, кто я, и что Санкт-Петербург мой самый жестокий любовник. Спасибо. Спасибо. Спасибо.